Лукин Алексей, начальника отдела IT-безопасности Vodafone Украина. Обучался у Константина Герасименко, у Елены. На самом деле, обучался в два подхода. Обучался в 2012 году, тогда еще будучи студентом последнего курса Киевского политеха, тогда на CCNA. И в 2016 году закончился CNN Security, чисто уже сам для самообразования. Никаких не было опасений, я знал, куда иду, я знал, зачем я иду. Ознакомившись с общими понятиями до момента старта учебы, мне уже было все ясно изначально. Просто очень много отзывов, которые на тот момент еще ВКонтакте нашел, потом много отзывов было от ребят, с которыми учился и, собственно, выбор сам собой разумеющийся. В тот момент у меня стояли производственные задачи по обеспечению функционирования ряда сетевого оборудования, которые потом трансформировались чисто в архитектурные задачи, в архитектурные вопросы, которые связаны с обеспечением безопасности сети предприятия. После чего возникла необходимость вникнуть глубже в понятие безопасности сетей на базе Cisco, на базе Juniper, неважно, но в любом случае Cisco предоставляет за счет своих курсов, по крайней мере, верхнеуровневое понимание архитектуры сети на каждом из этапов обучения. Что приятно, что очень сильно пригодилось мне в дальнейшем карьерном продвижении. Получение практических навыков по управлению компьютерными сетями. Практика плюс некоторый объем теории. Опять же, совмещать работу с учебой и еще с учебой было достаточно проблематично и поэтому для меня все было удаленно. Все, что касалось лабораторок, либо каких-то практических занятий, это все тоже было удаленно и преподаватели как бы это все прекрасно понимали, потому как курс не теоретический, курс чисто заточенный под практику и это очень хорошо, поэтому с удаленными, с удаленной работой не было вообще никаких проблем. Скажу так, если ты работаешь практическим сетевиком, либо практическим безопасником, в любом случае имея некоторые практические навыки, имея некоторые навыки теоретические, что меняется после того, как идешь на курс, все приобретенные знания у тебя систематизируются, раскладываются по полкам. То есть ты как бы на любой новый проект и уже пролетаешь все те вещи, которые раньше необходимы, которым раньше необходимо было уделять время в связи с тем, что ты там чего-то мог не учесть, чего-то там не посмотреть, чего-то не прочитать и так далее и тому подобное, то здесь после систематизации всех приобретенных знаний и навыков у тебя это получается в легкую, на автомате ты просто работаешь, просто работаешь на развитие той структуры, той сети, которую ты обслуживаешь, которую ты работаешь, которую ты защищаешь. На самом деле из моего опыта 95% вопросов, которые связаны с какими-либо кейсами по эти безопасности, это чисто из-за дурости конечного пользователя. Ну вот я всегда это говорю, ну хорошо там 5% есть некие уязвимости, которые эксплуатируют там некие там товарищи. MS-17010 это уязвимость, мы ее нашли в марте среди пяти других, не считая те, которые верхнеуровневые, не считая там 3-4 уровень, которые ну там их вообще сотни на самом деле. То есть мы эту уязвимость устранили уже в апреле, нас поэтому и зацепило. Какие перспективы развития IT-безопасности? Хорошие, с точки зрения, что чем больше будет у таких вот интернет-магазинов, написанные фармошлеперами, тем больше будет работать у таких как я. Но паразитировать на фармошлепстве, на мой взгляд, это мягко говоря не профессионально. А если говорить о в целом развитии IT-безопасности и кибербезопасности в сфере бизнеса, либо там государственного сектора, вы знаете, я и сотни моих коллег, я думаю, очень сильно благодарны Пете, потому как именно после Пете обратили внимание на то, что есть вот такие вот ребята, которые что-то там делают, неизвестно что, но что-то делают. Ну вот они вроде как должны Пете противостоять. Ну давайте мы посмотрим, что же там нужно помочь, как-то может денежку им какую-то дать. Опять же все волнообразно. Сейчас на рынке куча вакансий, потом начнутся, пройдет, я же говорю, года три-четыре, потом начнется опять спад и потом опять выстрелит какой-нибудь, я же говорю, Петя, Вася, Толик, там не важно. Опять давайте набирать. И это все будет именно развиваться, но по синусоиде. То есть верхний, 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 волнообразно. 95% кейсов по инфобезу это исключительно кейсы по человеческой дурости. Все, это правило не имеет исключения. Я же говорю, 5% да реальные уязвимости. Можно сравнить работу эти безопасника с работой травматолога. Свободно. К травматологу люди здоровые не попадают. Как правило опять-таки по собственной дурости. И твоя задача, да, вправить ему кость, сделать так, чтобы он домой там сам ушел или в гипсе повалялся там два месяца, но сам таки ушел и ходить смог. Ну вот, по кусочкам там его собрать. И поэтому, да, только у нас сфера работы это IT-системы, а не люди. Но IT-системы страдают по дурости людей. Как бы вот так.